Почему китайская мафия участвовала в войне и как они сбывали наркотики, интересные факты. Начиная с 17 века, тайные братства и организации были неотъемлемой частью жизни Китая. Своего рода серый кардинал, который еще с императорских времен решал хоть войн, противостоял коммунистическому режиму и свободно оперировал в мирное время. Китайские братства, чьи корни исходят еще из буддийских монахов в небо и земли, сегодня больше известны под названием «Триады». История основания Чиниси Триад с названием «Триады» закрепилась только на Западе, преимущественно в США. А вот китайцы, из-за криминальной деятельности банд придумали для них другое имя – Кейши Хуэй, Черное общество. История «Триад» начинается на востоке Китая в провинции Фуцзянь. В 18 веке этот регион был заселен крестьянами, которые становились легкой добычей для грабителей. Чтобы хоть как-то уберечь себя от постоянного рэкета и вымогательств, люди объединялись в так называемые «братства». Цель была одна – когда нападали на одного, на защиту становилась целая банда. В состав таких объединений входили самые низкие слои населения провинции Фуцзянь. Созданные объединения, которые должны были помешать грабителям и глазом не моргнули, как сами начали заниматься уголовной деятельностью. Сначала они шантажировали богатых и отдавали награбленные бедным. Но с течением времени, их деятельность переросла в кражи, убийства, запугивания и рэкет. Почему Чинися «Триад» стала преступной организацией в истории Китая произошел один переломный момент, после которого «Триады» стали не просто бандами, а ступили на тропу целой хорошо слаженной сети преступных организаций. Отметим, что до 1899 года Китай был колониально порезанной британцами, американцами, французами и тому подобное. Такой раскол не давал ни одного шанса на объединение и общее сопротивление. Единственной силой, которая создала организованное противостояние были «Триады». Стычки и протесты продолжались до 1901 года и получили название «Боксерское восстание». Организованное восстание было нацелено на вытеснение иностранцев, которые вмешивались в политику и экономику страны. Члены банд запугивали, убивали и шантажировали всех, кто был к этому причастен. Но в 1901 году власти Китая приняли так называемый «Боксерский протокол», который признал братство незаконным и положил конец масштабным протестам. Рассвет китайской мафии в течение лет братства «Триады» распространялись по всему Китаю. Одной из самых успешных и жестоких была «Зеленая банда». Сначала они занимались перевозкой риса на лодках. После появления паровых кораблей, которые ускорили этот процесс, перевозчики на лодках стали просто ненужными. Банда хорошо закрепилась в Шанхае. В начале 20 века город был не из бедных, идеальная среда для того, чтобы начать свой бизнес. Этим и занялись «Зеленые». Знания в корабельных перевозках и старые связи дали о себе знать. Гильдия лодочников нашла новую прибыльную жилку «Перевозить опиум» – самый распространенный вид наркотиков в городе. Поставки опиума приносили не только бешеные деньги, но и авторитеты признания в криминальном мире Шанхая. Мафии удалось быстро встать на ноги и контролировать практически весь рынок опиума. «Зеленые» смогли за невероятно короткий промежуток времени трансформироваться из мелких варюк в невероятно мощную криминальную организацию. Кто руководил китайской мафией? В начале 20 века бандой «Зеленых» руководил Хуан Цзиньчжун. Босс китайской мафии, по совместительству, был еще и главным детективом полиции во французской концессии Китая. Поэтому и неудивительно, что его бизнес, бордели, наркотики и азартные игры были нетронутыми со стороны правоохранителей. Восхождению Дуэшина на вершину криминального мира предшествовали три события. Первое – его боссы Хуан Цзиньчжуна арестовали, и он передал Ду свои полномочия. Второе – он договорился с новыми партнерами для поставок опиума, а это приносило еще больше денег и авторитет. И третье – война против коммунистов, сыгравшая Ду на руку. Какой ритуал нужно было пройти, чтобы попасть в банду? Большинство кандидатов, которые претендовали на место в банде, попадали в клан только по рекомендациям других членов триад. Посвящение в мафию – это целый ритуал. Перед тем как в нее вступить, новичок должен был доказать свою преданность банде, обычно с помощью райкета, шантажа и убийств. Только после этого наступал официальный момент – символический прием в криминальную семью осуществлялся под скрещенными мечами. В жертву приносили животное, курицу, козла или свинью. Кровь скота смешивали с вином и кровью новоизбранного. После того, как такой эликсир выпивали, давали 36 клятв, не лгать, хранить верность, слушаться и так далее. Наказание за нарушение было очень простым – смерть. Вместе с посвящением появился и жесткий иерархический порядок. Правда, он действует не в каждой группе. Некоторые банды действуют отдельно и независимо. Сотрудничество мафии с националистами Китая в 1927 году во время войны за объединение Китая, глава националистов Чан Кайши заключил договор о сотрудничестве с Зелеными и Дуэшином. Согласно плану, Зеленые должны были сыграть роль мышц, которые душили бы любые восстания. Чан Кайши в таком союзе был заинтересован, ведь в случае проигрыша он мог потерять репутацию и авторитет. Да и Дуэшин легко согласился. В том же году у тысячи зеленых вышли на улицы Шанхая против китайских коммунистов. Зверские убийства продолжались несколько недель. За все время армия Чана Ида убила от 4 до 5 тысяч коммунистов. А события 12 апреля 1927 года получили название «Шанхайская резня». С победой пришли в вознаграждение. Чан Кайша стал президентом Китайской республики, а Ду подарил звание генерала националистической армии. К новому статусу добавилась и двойная жизнь. Бост-Риады нарастил мощность своих гангстеров и снискал уважение в криминальном мире, а также открывал банки и компании, начал заниматься благотворительностью и, несмотря на свою необразованность, писал автобиографические мемуары. Китайская банда на войнах в 1937 году началась епанокитайская война, в которой активное участие принимал Дуэшин. Правда на этот раз, к китайской армии он добавил еще и мощность банды «зеленых». Тысячи бандитов становились на защиту своих территорий. В ходе войны на поверхность всплыли различные коррупционные схемы высших чинов руководства, в том числе и схемы Ду, поэтому гангстеру пришлось уехать в Гонконг. Он еще пытался вернуть себе авторитет, но после побега, и он, и его банды уже не имели авторитета. Японо-китайская война длилась с 1937 по 1945 год и закончилась капитуляцией Японии. Участие в боях принимала и «зеленая банда». Несмотря на это, Дуэшину из-за страха быть арестованным пришлось покинуть Шанхай. Не успели китайцы оправиться от войны с японцами, как началась новая с 1945 по 1949 год. На этот раз между националистами с одной стороны и коммунистами с другой. Верх одержали вторые и уже в 1949 году к власти пришел Май Цзэдун. Его жесткие правила пресекали любую мафиозную деятельность еще в зародыше. Во время культурной революции режим Май Цзэдун оставил на колени всех. С течением времени триада оперировали уже не только по всему Китаю, но и в других странах мира. В поисках нового более лояльного режима власти, отдельные члены мафии выехали в Штаты, Канаду, Австрию, Францию, Италию и остальные страны С. В Китае же контроль держали сотни групп, а их количество исчислялось сотнями тысяч. В течение десятков лет они постоянно пополняли свои ряды. Как сейчас живет китайская мафия триады, это не только криминальная организация, но и братство, объединенное социальными и экономическими связями. Четкие законодательные акты, работа полиции и реформы в Китае привели к уменьшению влияния банд. Однако они постоянно трансформируются и совершенствуются. Если говорить о жизни триад сегодня, то очевидно, что такого влияния как прежде, у них уже давно нет. В 21 веке криминальную жизнь в Китае власти пытаются держать в стальных перчатках. Участие в криминальных бандах в Китае наказывается смертью. Обычно казнят тех, кто занимался тяжкими преступлениями, организаторов банд, торговцев людьми, оружием и продавцов тяжелых наркотиков. Но несмотря на это, триады все равно остаются неотъемлемой частью жизни Китая. Они и дальше контролируют подпольный, криминальный мир и лишь в редких случаях появляются на поверхности.